Алина Старожилов команды. Он вручает вам кубок чемпиона Москвы этого сезона. Должен сказать, что по нашим предложениям, Сеон Ивановичем других авторитетных деятелей нашей партии страны, президент два года назад подписал указ о восстановлении всех детско-юношеских организаций в учебных заведениях страны. Но без спорта, без футбола, без крепкой здоровой смены невозможно одержать никакие победы. А учитывая, что вы у нас не просто победители, вы уже пять раз побеждали на первенстве Москвы. Я не знаю, Собянину сказал, мы спасаем вашу футбольную честь. Четыре раза завоевали золотой кубок Москвы по мини-футболу. Эдварды стали чемпионами на всероссийском соревновании в высшей лиге по мини-футболу. Так что вам честь и слава, поздравляем и благодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ Но не только благодарим, решили вас отметить, наградить. Исполняется 75 лет победы под Москвой. Разгром фашистов под Москвой сыграл историческую роль. Вторая роль была связана с тем, что до этого вермахт не терпел ни одного поражения ни на западе, ни на востоке, ни в Северной Африке. И шесть дивизий, которые прибыли с Дальнего Востока, Сибири и Средней Азии под Москву, лишили исход этой битвы. Каждого второго фашиста под Москвой закололи в штыковую. Когда Гитлер узнал, какие он понес потери, около миллиона отборной армии потерял, то он на закрытом заседании сказал, что еще одно такое поражение на востоке, и мне не от кого будет рожать. Это потрясло весь фашистский рейх. Мы издали золотую медаль, посвященную этой юбилейной дате и победе под Москвой. Учитывая, что вы четырежды выигрывали первенство Москвы, нет, пять раз выигрывали, четырежды кубок, вы заслужили эту высокую награду, так как продолжаете победные подвиги ваших отцов и дедов. Тем более мы вручаем в мае, только что прошел легендарный парад, бессмертный полк. Поэтому вместе с спортивными наградами я вам вручу нашу высшую партийную награду, связанную с этой выдающей датой.